МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До наступления нового 2020 года осталось менее шести дней. С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске вы узнаете. Зимняя дорога на Рьенмарусинск практически готова к эксплуатации. Старт движению даст специальная комиссия по приемке зимника. Это произойдет уже в ближайшее время. На Рьенмаре на полигоне ТБО запущена установка для термического обезвреживания отходов, пока оборудование работает в тестовом режиме. С 1 января в Ненецком округе стартует новая система по обращению с твердыми коммунальными отходами. На территории Ненецкого округа ограничат розничную продажу несовершеннолетним электронных систем, доставки никотина и бестабачных никотиновых смесей. Соответствующий законопроект разработан в окружной прокуратуре. Сегодня в Москве президент России Владимир Путин провел специальное заседание Государственного совета Российской Федерации. В центре внимания вопросы развития сельского хозяйства и российского села. Участие в заседании Госсовета принял губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский. Как сообщает пресс-служба Кремля, на заседании обсудили роль регионов в реализации стратегии устойчивого развития сельских территорий, а также этапы реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Отдельное внимание было уделено итогам развития агропромышленного комплекса и задачам, стоящим перед отраслью. Также участники мероприятия обсудили вопросы поддержки малого бизнеса, подготовки кадров для села и обеспечения сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры. На заседании Госсовета были определены перспективные направления развития АПК и приоритеты государственной политики в этой сфере, в том числе вопросы развития малого бизнеса на селе, поддержки занятости сельского населения и формирования комфортной среды в сельских населенных пунктах. Работы по строительству зимника на Ринмар-Усинск выполнены почти на 90%. Выезд же комиссии, которая будет принимать трассу у подрядчика работ, запланировано уже на 27 декабря. По информации казенного учреждения Нинецкого округа «Централизованный стройзаказчик», подрядчику осталось завершить проливку трассы водой и провести устройство снеголедовых дамб. В настоящее время в работах по устройству зимней автодороги задействованы 23 единицы техники. Это бульдозеры, грузовики с емкостью для воды, амкадор, погрузчики, кран-манипулятор, а также мотопомпы. Подрядчик производит полив полотна зимника водой и обустраивает снеголедовые дамбы через реки Шапкино, Янгачевош и Лаевош. Также строители приступили к установке вех со светоотражающими элементами и дорожных знаков. Согласно отчетам подрядчика, в целом работа по строительству зимника выполнена на 87%. Полностью завершены закрепления и восстановления трассы, а также проминка в полосы автозимника бульдозерами болотной модификации. Выезд комиссии по приемке трассы запланирован на 27 декабря. Готовность зимника к сдаче оценят специалисты централизованного стройзаказчика, руководство строюниверсала, а также представители профильного департамента. Помимо этого, для проведения замеров толщины льда в состав комиссии включен специалист Центра ГИМС МЧС России по Ненинскому округу. В этот же день трассу могут открыть для движения транспортных средств. Государственный контракт на выполнение работ по устройству и содержанию зимника на Ринмарусинск общей стоимостью более 83 миллионов рублей по итогам торгов был заключен с окружным предприятием «Стройуниверсал». Общая протяженность зимника в этом сезоне составит около 55 километров и по сравнению с прошлым сезоном сократится более чем на 16 километров. Это произойдет за счет ввода в эксплуатацию третьего участка строящейся дороги на Ринмарусинск. На временной дороге в этом сезоне будет организован дорожно-ремонтный пункт, два КПП, установлены информационные щиты, будет работать диспетчерская служба и организовано патрулирование. Финансирование государственной программы комплексного развития села могут увеличить в 2020 году до 60 миллиардов рублей. Сейчас на эти цели в федеральном бюджете заложено 37 миллиардов. Об этом депутат Государственной Думы России от Ненинского округа Сергей Коткин сообщил во время встречи с депутатами Совета Заполярного района в рамках последней в этом году региональной недели. Увеличение финансирования программы комплексного развития сельских территорий может быть увеличено, если в следующем году в стране продолжится рост нефтегазовых доходов. Сегодня они составляют 61% от доходной части бюджета. Сергей Коткин отметил, что принятие в 2019 году госпрограммы по развитию села стала одним из достижений депутатов Госдумы нынешнего созыва. Прежде мы плохо понимали, как используются федеральные деньги, насколько эффективно, поскольку они были разбросаны по многим программам. Большей частью эта программа не выполнялась. Сегодня же будет отдельная программа по развитию сельских территорий. Мы попросили в ходе рассмотрения бюджета 2020, 2021, 2022 года, чтобы финансирование было увеличено как минимум вдвое. Правительство пошло нам на встречу сегодня. Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» рассчитана на 2020-2025 годы. Общий объем финансирования – порядка 2,5 триллионов рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 1 триллион. В число приоритетных территорий, развитие которых должно идти опережающими темпами в рамках госпрограммы, вошли субъекты Арктической зоны России. Вопросы, которые Сергею Коткину задавали депутаты Заполярного района, касались именно развития сел в регионе. В частности, оборудование сельских аэродромов трапами или амбулифтами, пересмотра перечня обязательных нормативов содержания многоквартирных домов в селах, а также газификации. Кроме того, в ходе встречи депутат рассказал об итогах последней сессии Государственной Думы и принятых положительных решениях. Это, прежде всего, эффективность использования бюджетных средств. Если раньше средства поступали с федерального центра летом, потом пару месяцев контрактов, аукционы разыгрываются, и когда уже первые снег и морозы начинают строительство вести, то сейчас принято решение. Сегодня, значит, правительство уже подготовило все нормативно-правовые акты, правая база готова, и нас заверил представитель правительства о том, что финансирование регионов, субъектов начнется в январе месяце, в феврале, и уже в течение месяца субъекты должны распределить финансирование по муниципальному образованию. В рамках встречи стороны также подвели итоги уходящего года, обсудили ход реализации национальных проектов в регионе и наиболее актуальные вопросы, стоящие перед районными властями. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Установка для термического обезвреживания отходов на полигоне ТБО запущена в работу, правда, пока только в тестовом режиме. Эксплуатация оборудования начнется с 1 июля. Сейчас специалисты наблюдают за работой установки и процессом обезвреживания. Прежде чем мусор попадет в установку для термического обезвреживания, ему предстоит пройти несколько этапов. Сначала машина, мусоровоз, в частности, с ТКО, заезжает на весы, там определяется его масса, после этого разгружается на предварительную площадку разгрузки, она у вас за спиной, далее поступает на мусоросортировочный комплекс. Часть отходов после сортировки отправят на переработку. Речь идет о вторсырье. Это в том числе макулатура, стекло, пластик и алюминиевые банки. Мы планируем это все передавать в утилизацию соответствующим компаниям. В настоящий момент пока будем складировать теле, потому что транспорт составляющий высокий. Но остальные хвосты, которые уже не подлежат сортировке, будут термически обрабатываться. По словам представителя компании «Экоспектрум», которая поставила оборудование в Наринмар, подобные установки работают практически во всех городах России и ближнего зарубежья. Успешно применяют их и в условиях Крайнего Севера. Для этих целей применяется система подогрева воздуха, топлива и счета управления. В полной мере установка заработает только с 1 июля 2020 года. Планируется, что к этому времени к оборудованию подведут газ, что существенно сократит расходы регионального оператора. Сейчас для этих целей используется дизельное топливо. Отмечу, что необходимые для перехода на новую систему обращения с ТКО оборудование и техника были закуплены за счет средств регионального бюджета. На эти цели было выделено 57 миллионов рублей. Около двух миллионов добавил муниципалитет. Сам по себе процесс состоит из трех компонентов. Первое – это законодательное регулирование, второе – это финансовое обеспечение, третье – это техническое обеспечение. Вот именно мы, как учредители предприятия, участвуем именно в третьей стадии технического обеспечения работы регионального оператора. Что касается двух первых стадий – это нормативное регулирование и финансовое обеспечение. Они есть, но еще не в полной мере отражают реальную финансовую картину. Но я думаю, что мы будем работать вместе с региональными властями над этим в течение следующего года. Напомню, новая система по обращению с твердыми коммунальными отходами будет запущена в нашем регионе с 1 января 2020 года. Оборудование, которое КБ и БО приобрело для сортировки и утилизации мусора – это первый шаг к решению экологической проблемы, которая копилась десятилетиями. Еще 20 жителей региона удостойны юбилейной медали «90 лет Ненецкому округу». Медаль была учреждена 17 января 2018 года по решению главы региона Александра Цибульского. Торжественная церемония вручения наград состоялась в актовом зале администрации Ненецкого округа. От имени собрания депутатов Ненецкого округа поприветствовал участников церемонии спикера Александр Лутовинов. Трудовая и общественная деятельность, которая принесла оборудование... Разрешите от всей души поблагодарить вас за ваш вклад в развитие нашего региона и пожелать новых успехов в труде. Я считаю, что у вас жизненные перспективы, они отнюдь не ограничиваются сегодняшним днем, они не ограничиваются нашим возрастом, нашими возможностями. Я полагаю, что наши возможности, они еще не до конца раскрыты, и мы хотим с вами вместе идти нога в ногу для того, чтобы наш округ и в дальнейшем процветал. Спасибо вам за вашу работу, за ваш труд. С праздником и заслуженными наградами, дорогие друзья! Спикер регионального парламента вручил юбилейную медаль за личный вклад в социально-экономическое развитие округа Алексею Михееву, Виктору Кмитю, Надежде Ковалевской, Антонине Истоминой, Ларисе Волынец, Ирине Мартьяновой, Наталье Воротниковой, Евдокии Пленокос, Нине Родчевой, Надежде Кыркаловой, Евдокии Субач, Григорию Вокуеву, Ольге Ганечко, Анатолию Пунину, Марии Навак, Леониду Родчеву, Кириллу Фролову, Валентине Малыгиной, Вячеславу Лысакову и Сергею Карманову. Добавлю, что юбилейными медалями награждаются люди, профессиональная, трудовая и общественная деятельность которых принесла значимые для Нинецкого округа результаты в государственной, экономической, социально-культурной, научно-исследовательской, благотворительной, общественной и иных сферах деятельности, чей труд способствовал повышению авторитета региона в Российской Федерации и за ее пределами. Юбилейная медаль подчеркивает значимость достижений людей, внесших огромный вклад в преумножение потенциала Нинецкого автономного округа. Прокуратурой округа разработан проект окружного закона об установлении на территории Нинецкого округа ограничения в сфере розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, а также бестабачных никотиновых смесей. Законопроект подлежит оценке регулирующего воздействия и требует предоставления экспертного заключения у полномоченного органа в связи с чем направлен в адрес губернатора округа. В целях защиты жизни, здоровья и нравственности лиц, не достигших 18-летнего возраста, законопроектам предлагается установить запрет на розничную продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, так называемых вейпов, бестабачных никотиновых смесей. Также законопроектам предлагается установить административную ответственность за нарушение указанного запрета для физических, должностных и юридических лиц. Стоит отметить, что по официальной информации Роспотребнадзора России, среди молодежи стало модным употреблять бестабачные, сосательные или жевательные смеси. Снюсы. Добавлю, согласно информации ОМВД России по Нинницкому округу, на территории города зафиксированы случаи реализации в магазинах розничной торговли бестабачных никотиновых смесей и факты их распространения в образовательных организациях. Делегация из Нинницкого округа вернулась с национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс». Участники из нашего региона привезли домой две бронзовые медали. Отборочным этапом для участия на всероссийском уровне стал второй региональный чемпионат в Нинницком округе, прошедший в апреле этого года. Тогда в соревнованиях приняли участие 67 человек. Их работу оценивал 51 эксперт. Победу в финале чемпионата одержала Олеся Михайлова, ставшая бронзовым призером в компетенции «Вязание крючком». От серебряного победителя она отстала лишь на один балл. Конечно, было очень трудно идти к этой цели. И постоянно приходилось даже в выходные нам готовиться, потому что, чтобы достичь такой цели, все-таки третьего места, на всероссийском конкурсе, столько было отборочной, сначала тур был, мы там переживали, потом после отборочного все-таки мы вошли в финал. Вот и в финале все-таки третье место, я считаю, неплохо. Еще одна бронзовая медаль заслуженно выиграна Верой Нечаевой в компетенции «Вязание на спицах во взрослой возрастной категории». В мероприятии такого масштаба мы уже второй раз. Ну вот в прошлом году мы приехали с первого места, получили золото. Мы были очень рады, вообще были шокированы. Конечно, у нас был такой драйв сразу, вот такая какая-то уверенность появилась в себе. Опыт огромный приобрели, конечно. Ну и вот в этом году поехали мы, ну, получили третье место, но мы очень рады этому третьему месту, потому что, посмотрев баллы, мы всего лишь на два балла чуть-чуть отстали от более высокого места. Поездка делегации организована за счет средств окружного бюджета в рамках государственной программы Ненецкого округа «Доступная среда Ненецкого автономного округа». Екатерина Дементьева, Антон Водряков, Телеканал «Север». В Коткино началось строительство зимника, который свяжет населенный пункт с Харягой. Контракт на обустройство и обслуживание трассы заключен с индивидуальным предпринимателем. А это кадры, снятые нашим оператором на зимнике Коткино-Харьяга в предыдущем зимнем сезоне. Тогда в отчетах муниципального предприятия Заполярного района «Севержилкомсервис», который являлся исполнителем работ по обустройству зимника, информация звучала оптимистично. Зимняя дорога обустроена и эксплуатируется в штатном режиме с регулярной расчисткой. На самом деле все обстояло иначе. Зимник приходилось брать штурмом. На 10-м километре трассы он и вовсе был непроходим. На строительство и содержание зимней дороги округом было выделено 8,5 миллионов рублей. Зимник должен был связать Коткино с дорожной сетью соседнего региона. Средства на объект были перечислены в Заполярный район в полном объеме. В результате поездки главы региона в Коткино, где Александр Цибульский лично проинспектировал состояние зимней дороги, была назначена служебная проверка в отношении теперь уже экс-руководителя предприятия «Севержилкомсервис» в части эффективности расходования средств, предусмотренных на строительство и содержание зимника. Что касается обустройства зимней дороги Коткино-Харьяга в текущем сезоне, то контракт после несостоявшихся торгов муниципальное предприятие «Севержилкомсервис» заключилось с индивидуальным предпринимателем. Цена контракта – 6,5 миллионов рублей. Согласно условиям контракта, подрядчику предстоит построить и содержать 63-километровую зимнюю дорогу, которая соединит село Коткино с границей республики Коми вблизи поселка Харьяга. Зимник пересечет 7 ручьев и реку Сула. Длина речной переправы составит 50 метров. Накануне техника подрядчика выехала на объект и приступила к обустройству трассы. Остается надеяться, что в этом году удастся избежать ошибок предыдущего сезона, и у жителей Коткино появится надежная транспортная связь с республикой Коми на весь зимний период. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – ювелирный бутик «Фианит». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова